добрый день уважаемые коллеги рад вас видеть нашему учебно-методическом центре пожалуйста поставьте плюсик если вы меня слышите все отлично двигаемся дальше ну что сразу вас предупрежу что сегодня сегодняшнем занятие я во многом буду повторять идеи материал который уже озвучивал однажды говоря об инновациях в бс и на том выступлении я рассказывал что те вот ключевые инновации которые мы пытаемся реализовать они по сути по сути по сути оцифровывают функции современной библиотеки и являются инновациями библиотечной индустрии вот в этот раз я посмотрю на этот вопрос немножко с другой стороны вообще сопоставление электронных и традиционных библиотек поэтому такое заглавие получилось более провокационно уже не книги и вывод из тех умозаключений вы наверное поэтому людей пришло больше послушать в общем вы ознакомитесь моей аргументации может быть кто-то не согласится возразит я буду только рад но в первую очередь хотел бы отметить что последние 10 лет у нас шла активная дискуссия борьбе бумажной электронной книги которая на мой взгляд завершена сторонники электронной книги ожидали что ее динамика будет намного быстрее и уже вот к этому году вот могу вспомнить первые прогнозы например шпингер ферлак о том что двадцатом году деление бумажной электронной книги будет где-то 50 на 50 мы сегодня видим что этого гораздо гораздо меньше в америке там это около 20 процентов европы около 10 процентов электронной книги занимает ну и понятно что не бумажную не сбросили в корзину но электронной книги тоже не оказалось просто кометы которая потом ушла от нас дальше и основные все таки итоги дискуссии я бы подвел так тут и разочаровывающие и обнадеживающие вещи ну во первых электронной книги не стала базовым форматом то есть не стала самостоятельным явлением это некий субпродукт книги и сегодня даже законодательстве он у нас отражен как вообще электронная копия книги печатной книги и примерно так же он и на функционирует на электронном рынке вот второй момент который тоже очень важен что электронная книга на рынке не компенсировали потери от продаж бумажных книг тоже определенные надежды с этим связываюсь ну и вообще если бы происходил реальный переход то разумеется тут было некое бодание на сегодня электронная книга не означает даже при ее успехе не означает какого-то спасения для общей книжной индустрии это тоже достаточно печально хотя на издатели особенно которые вот уже сильно включились в этот сегмент прежде всего в нашей университетской среде они адаптировались и вполне могут существовать именно в таких условиях третий обращающий на себя внимание факт что некогда распиаренные устройства на электронной бумаге не им тоже не оправдала надежды не включилась в наш повседневный обиход и практически уходит с рынка так еще какие то есть остатки вот вроде бы удобно и если бы по-настоящему электронной книги жила наверно бы продолжала существовать и процветать вот этот вид устройства но электронной книги вполне удовлетворились смартфонами и в общем существует на смартфонах планшетах ну и конечно дальше в компьютерах ну и то что я сказал электронная книга не спали не спасает вообще книгу как формат и сама ее читабельность невысокая в общем объеме чтения так скажем ну и вот ее объем не покрывает падение которые общее падение интереса к чтению книги которые мы сегодня наблюдаем то есть электронная книга не спасение для книги не ее будущее даже так скажем в то же время бумажная книга все-таки продолжает свое отступление и все-таки нужно искать какую-то замену какие-то компенсаторные механизмы бумажная книга отступает а вот электронная книга все равно наступает это и в огромном пиратском хвосте который идет за электронной книги мешает ей вообще вставать на ноги ну и в показателях общего роста хоть и наступила там некая стагнация но и страны которые догоняют в частности европейские и россии в том числе постоянно наращивает электронную книгу в россии довольно внушительные цифры роста электронной книги продолжаются второй момент что в особых сферах прежде всего это я назвал сегменты высокого книжного ассортимента сочетать сочетании с низкой тиражностью книги там где традиционные тиражные концепция книги перестает работать просто книги уже не выпускается с высоким тиражом вот в этих сегментах соотношение бумажной электронной книги очень высоко растет выше рынка и достигает 50 процентов и более и в частности это в научной сфере учебной сфере поскольку именно здесь мы насчитывает почти 40 процентов всего книжного ассортимента выпускаемого ежегодно вот и вот для такого случая электронная книга действительно спасает книжный выпуск даже позволяет ассортимент увеличиваться вот но и третий момент который я бы подчеркнул то что мы с вами подходим по подводим итоги ну наверное последних десяти лет десять лет даже при наших больших стремительных изменений все-таки не настолько много давайте мыслить перспективе 20-30 лет и вот в этой перспективе судьба бумажной книги очень неопределенно в общем на сегодня вывод такой что каждый формат занял свою нишу и будет примерно в таких же пропорциях и и сохранять и всем нам приходится заниматься обоими форматами и я бы сказал вообще что формат с сегодняшней точки зрения это условность совершенно неважно для книги в каком она формате выходит и в дальнейшем это граница будет все дальше дальше размываться книга будет форматироваться по заказу я бы так сказал заказали вы печатный экземпляр получили печатный заказали электронный формат получили такой для самой книги уже совершенно все равно каком она формате существует кроме детской книги каких-то особых случаев а вообще мы 100 ситуация которые контекст который окружает наши книги прежде всего отмечены тем что стандартные традиционные коммуникативные функции книги стремительно переходит социальные сети вот те цифры которые озвучивают нам сегодня социологи они конечно сильно впечатляют мы читаем в нашей стране в день более двух часов в день два с половиной часа примерно сам процесс чтения при этом книга в этих двух часах занимает всего 9 минут это вот следствие того что раньше книга занимала выполняла коммуникативную функцию вторая функция развлекательная эта функция тоже переходит к аудио визуальной форме вот я бы сослался здесь на недавний интересный доклад интермедиа о культурных индустриях где вот эта тенденция очень выпукло исследована и проявлена сегодня стремительный рост переживают айти индустрии и большинство чем заполняют вот эти айти индустрии и техника современная это прежде всего развлекательным контентом на 80 процентов все наши устройства заполнены развлекательным контентом это аудио визуальная форма вот но тем не менее за книгой остается их ее ключевая функция я назвал бы здесь три когнитивные формирующие вообще наши мозги мнемоническое позволяющие сохранить наши знания и систематические которые позволяют систематизировать и передавать знания таком упакованном удобном функции абстрактности сохранности и систематичности знаний и я бы сказал так что вот такое в такая форма как мега нарратив как называют философы то есть длинный текст может существовать только в форме книги вот все короткое быстрое она убегает из книги но вот по-другому длинную историю длинное сообщение кроме как книги по моему убеждению изложить нельзя и вот это как раз тот формат который я называю книга знаний книга знаний это совершенно не потопляемая форма человеческой коммуникации какую бы маленькую роль она не занимала это может быть сегмент конечно невеликие раньше это всегда так и было вспомним что наша цивилизация столетиями стояла вообще на одной всего книги библии но без этой книги просто не было бы этой цивилизации у нас слава богу их побольше и вот в этом контексте перри переформатирование функции в медиа среди между книгами и другими медиа разумеется огромные изменения происходят с библиотекой вот и обратим внимание ну насколько библиотека вот институциональной среде становится поставлены под вопрос если мы сегодня смотрим экономику культурных индустрий она динамично извивая развивается это 10 20 процентов в год до сих пор она динамично перетягивает на себя контент деньги вообще всю экономику вот при этом остается несколько учреждений и институтов которые занимаются своими медиа формат не театр театром а вот библиотека книгой и вот в той в тех условиях когда книга в проценте нашего медиа потребление просто на каких-то жалких долей снижается разумеется ситуация с библиотекой будет очень напряженный вот согласно тем же данным вот из этого из этого докладу обе эти позиции в финансирование ежегодным снижаются вот мы при этом интересно что вот вся книга издательской отрасли и ассигнование на нее инвестиции она незаметно ниже чем вложение в библиотечную отрасли то есть поддержание книги так скажем функции библиотеки стоит сегодня государству больше вообще в стране чем создание этих книг и это такой интересный макрофеномен ну а в целом понятно что цифровые эти технологии также как и книгу переформатируют сегодня традиционную прежде всего университетскую библиотеку именно здесь инновации вот эта новая ситуация проявляется наиболее энергично и тут я бы опять отметил несколько ключевых таких вещей во-первых формат книги и учебника не является сегодня исключительным для передачи знаний как это было раньше сам учебник университетской среде уходит и вы знаете что за рубежом он вообще не является основой университетского курса это у нас и он еще остался такой школьной своей функции вот но тем не менее мы стремительно догоняем по всем остальным параметрам не думаю что здесь будет исключение какое-то вот соответственно и функция библиотеки в образовательной организации перестает быть центральной именно в аспекте вот книга обеспечению второй момент то что электронные книги и учебники более органично сопровождают учебный процесс чем бумажный почему ну читать бумажные как и раньше так и сейчас удобнее все разумеется запрашивают мне сразу тут возразите все хотят почитать бумажную вот но тем не менее вот электронный учебник университетский он очень специфичный он используется разово его прочитал и отложил в сторону то как он читается тоже это совершенно иначе чем читаете там научной книги или художественной это информационная вот проглотить знание получить это тот что тот вид чтение который как раз весьма хорошо ложится на экран учебник несет информацию а вообще информационный формат это то что прежде всего переходит в компьютерную форму еще важный момент что вот сервисы подобные нам бс и готовые коллекции они предоставляют полноценную библиотечную услугу на аутсорсе то есть практически мы вам доставляем полноценную уже готовую библиотеку это снижает внутренние затраты библиотеки это все понимают ну и даже если не приносишь вам эбс то есть google мы о нем еще поговорим он это все вообще без затрат приносит в общем это порождает некое давление в плане финансирования сокращение штатов и все прекрасно знаете без меня дальше как опять финансовые как раз обстоятельства они побуждают в условиях низкого финансирования переходить на электронной книги потому что это гораздо дешевле и в производстве и в логистике ну и самое главное в книга обеспеченности о которой мы тоже еще будем говорить в общем в и целом огромный пласт функций библиотеки уже готовы как готового решения переходит сегодня к электронным библиотекам и бс им вузовская библиотека наоборот здесь уменьшает свое участие и переменяет спектр своих задач каких задач вот я здесь обозначил слайд как сегодня называются библиотеки это как правило библиотечные информационные центры вот причем не только уже в узи но и в школе переходит концепция на школьный информационный библиотечный центры и здесь я бы поставил акцент уже на информационной они на библиотечный вообще и на мой взгляд в современном университете и bc информационный библиотечный центр превращается в некий хаб удовлетворяющий разнообразные информационные потребности университета среди них остается библиотечное обслуживание да как и было второе информационное обслуживание это прежде всего обслуживание баз данных и вообще контента из интернета это уже другое раньше такого не было контроль и управление публикационной деятельностью вуза во многих вузах переносится на библиотеку библиометрии так далее публично просветительская деятельность а это публичных библиотеках мы видим в первую очередь происходит перенос акцента на на эту вот функцию в некоторых университетах даже издательскую полиграфическую деятельностью и bc берет на себя и еще некоторых и контентное сопровождение учебного процесса то есть дистанционное образование онлайн обучение тоже включается спектр работы библиотеки то есть в этом плане библиотеки как институту как элементу университетского образования конечно бояться нечего но я хочу обратить внимание только на то что это уже не библиотека по сути дела и информационное обслуживание в ней постепенно заполняет то что раньше называлось библиотечным обслуживанием и этот я бы выделил вот две стратегии которые выбирают разные вузы для себя это эндогенный то есть внутренняя ориентация на внутренние ресурсы и концентрацию фокус и экзогенный то есть фокус на внешних ресурсах вот они пересекаются вот разница подходов очень существенно для стратегии развития каждого университета к каждой библиотеки под поэтому остановлюсь что это под собой подразумевает эндогенный внутренний фокус сопровождение информационного сопровождения строится из перспективы вузовской без библиотеки как бы изнутри библиотека собирает ресурсы для себя и внутри и основой вот этого сбора как правится как правило становится абиссы автоматизированной библиотечной информационной системы то есть электронный каталог собственный электронный каталог библиотеки и посредством абиссов собирается и внутренние и внешние ресурсы с помощью мак-записи и так далее в один хаб в этом случае как бы установка в том что чтобы сконцентрироваться на внутреннем вузовском ресурсе и лишь добавлять к нему внешне вот эта установка станут станет более понятные если сопоставить с противоположным подходом внешним экзогенным когда ресурсы собираются из перспективы мирового информационного поля когда библиотека прежде всего смотрит не на себя там что у нее дома да а в окно что вообще вокруг находится и когда фокус выстраивается так то за основу работу берется такие системы как узовская система discovery и вообще то есть поисковые поисковая система сфокусированы на эбс и на других информационных ресурсов то есть в этом случае библиотекарь спокойно рассуждают что им не важно то что вот она там на собственных серверах вузов то что это кому них внутри у них это все находится в доступе собранным из совершенно различных мест это конечно электронные ресурсы принципе это результат тот же самый то есть собираются внешние ресурсы в единую точку доступа и уже к ней добавляются внутренние ресурсы например репозиторий библиотеки вот результат примерно тот же но вот фокус совершенно другой и огромное значение для стратегии развития и 3 я бы выделил еще есть такой подход и вообще живет в нашей жизни теневой пиратский пиратская стратегия когда вообще например преподаватели мало интересуются что там имеет библиотека и как что она не может предоставить они самостоятельно собирается с нелицензионный как правильный электронный контент раздают его своим студентам и спокойно могут обходиться без библиотеки силы интернета вот сожалению это очень серьезный фактор влияющий на нас тоже на наши возможности развития и в общем он в каких-то вещах совершенно конкурентно способен с первыми двумя юридически корректными стратегиями ну и целом вот говоря об этих вот стратегиях и позиции библиотеки основная проблема заключается в органичной интеграции эбс библиотечное пространство вообще информационное пространство вуза здесь вот и решается вот этот вопрос несколькими стратегий но скоро я убежден именно эбр составит основу библиотечного пространства вуза и любая стратегия должна отстраиваться именно из этого момента возможности распоряжение электронной библиотечной системы и вот сейчас мы дошли до такого момента который я намекал в своих выступлениях но не озвучивал мне кажется пришло время поспорить до сих пор мы эбс и абисс существовали как бы в параллельных мирах решали разные задачи также остается и сегодня ситуация однако в перспективе я думаю это еще будет большая что называется битва и я слышу эти солидарность со своей точки зрения и уже из библиотечных рядов ну вот сошлюсь на позицию самарского технического университета я еще буду к ней обращаться по моему и выступление было вот на последней сочинской конференции нет был выдвинут такой же тезис примерно как у меня о том что б с вполне может заменить абисс вот но я сейчас немножко другую позицию вам изложу во первых вот изложу свое понимание что такое abyss и bs abyss это электронный каталог внутренних ресурсов библиотеки создан он и предназначен прежде всего для описания бумажных книг бумажного фонда вот на сегодня он интегрирующий основной интегрирующий центр информационно-библиотечного пространства он объединяет и печатные и электронные книги и мы в этом плане ну как бы традиционно влились в abyss а сейчас очень широко распространена практика когда из ebs берут марк записи и вливают свой abyss и и говорят что нам bs вообще не нужно особенно сервисы которые вы там создаете вот допустим в общем это имеет место быть вот и abyss но abyss надо понимать это по сути редактор библиографической базы данных это просто база данных мета данных книжного фонда и bs это тоже электронный каталог в этом они едины но это каталог внешней полнотекстовой библиотеки может быть даже не внешне на нашем случае внешнему самое главное здесь ключевое слово полнотекстовый и вот этот вот рычаг слова полнотекстовый который как мне кажется и перевесит в конце концов нашу пользу еще несколько ключевых понятий в нашем диалоге репозиторий репозиторий это так это тоже электронная библиотека скажем так но уже они внешне а внутренние университетской это полнотекстовый ресурс собственных материалов вот он как раз занимает важное место тоже в новой конфигурации которая легко может сложиться на следующем технологическом этапе и вот если мы представим что у вуза будет все меньше печатных изданий соответственно все больше электронных внутренний ресурс библиотеки постепенно будет собираться в репозитории то есть то вот что действительно принадлежит им и вот в этом случае эбс то есть внешний ресурс в союзе с единстве с репозиторием то есть внутренней электронной библиотекой в одном окне могут собирать все ресурсы которые нужны университету и внутренне и внешне вот и в этом случае это моя гипотеза сервисы абис вполне можно переключить на эбс это например сервис книга обеспеченности и ну и другие сердце сервис функции каталога также могут вестись выполняться в б.с. и посредством инноваций вот в такой ситуации развитие и б.с. просто вытеснит абис время как абис едва ли могут вытеснить и б.с. потому что без дает доступ к внешнему контенту в общем вот я вас предупредил что мы мыслим в перспективе двадцати-тридцати лет тезис такой что по мере ухода бумажной книги из библиотечного пространства абис все больше будет ставиться под вопрос и вполне может возникнуть момент когда эбс примет эти функции на себя для небольших вузов как мне кажется это вообще реальность завтрашнего дня потому что здесь таится некая большая очень экономия для вузов ну а для больших вот я вам назвал самарский политех они уже представили решение именно такое в которую электронной библиотечной системы вуза была в ее рамках создана система базы данных метаописаний то есть абис по сути дела и абис существует уже как элемент электронной библиотечной системы вуза вот мне кажется вот это вот начинание очень такое прорывное интересное вот а я бы хотел вот теперь исследовать подробнее вообще взаимозаменимы ли абис и б.с. по сути дела абис у нас становится здесь символом традиционной библиотеки для которой определяющий является бумажный фон б.с. символ библиотеки будущего для которой определяющим является электронный фонд и вот какие функции взаимозаменимы значит первое главное в абис их это формирование библиографической базы данных электронного каталога вот в б.с. происходит то же самое формирование библиографической базы данных электронного каталога но других книг вот еще кроме самарского политеха привлеку одного свидетеля в свою пользу это компания эбска и вы прекрасно знаете их решение по моему называется фолио когда discovery предлагает перенести абис на свою платформу и сделать абис частью discovery то есть опять таки сверечь и ту же революцию что и самарском политехе вот то есть общее дело их формирование электронного каталога это для нас и для них в принципе идентичные занятия второе что есть в абис это каталожные карточки бумажных книг систему книги книга выдачи бумажных книг вот в б.с. функция выдачи электронных книг но в общем то придумать выдачу книг бумажном формате можно без больших сложностей как пример наш интернет магазин где те же книги которые вы видите в б.с. продаются в бумажном формате и доставка до дома осуществляется то есть принципе это та же самая процедура более сложный третий момент которым вот сегодня оснастились и бы абиссы и очень их вес поднялся благодаря этого создание репозитория внутренних документов организации они создаются в абисс и это именно внутренний ресурс это по сути дела да такая электронная библиотека в адрес но в б.с. репозиторий собственных документов организации создается еще проще и даже у нас много решений когда мы вузам предоставляем такой внутренний репозиторий никто больше к этим книгам не имеет доступа они ими распределили распоряжается только вуз но это облачное решение в отличие от абиса и очень тоже экономичное четвертый момент сервисы книгообеспеченности для университета это ключевой сервис основанный на интеграции книг из разных источников бумажный фонд плюс разные б.с. вот здесь сегодня ну как кажется интегрировать разные источники одно может сегодня только вот такой абис и со своим сервисом книгообеспеченности в б.с. их вы знаете тоже уже во всех есть сервисы книгообеспеченности но основанный на собственном ресурсе б.с. интегрировать в одной б.с. другие ресурсы не удается и особенно из книжного фонда в самой б.с. самого вуза вот но это все возможно и создаются но в частности решение в герценовском педагогическом университете когда создается самостоятельный внешний сервис книгообеспеченности интегрирующий уже и абис и б.с. извне пятый момент интеграция с иными сервисами организации ну это то же самое происходит и в б.с. тоже интегрируется со всеми сервисами организации здесь принципиальной разницы нет вот ну и шестой момент а вот здесь уже мы и видим отличие это то что абис как правило формируется на серверах вуза а б.с. это как правило облачные системы вот но и в абис есть и развивается облачные решения и б.с. тоже могут предложить решение на основе серверов физически вот как вы видите если вот мы аналитику прошли по основному функционалу практически все они являются взаимозаменимыми и сегодня просто дело традиции что мы в абис работаем как предписано работать в абис да а в б.с. мы тоже не используем ее дополнительных возможностей но б.с. может превратиться абис а вот абис в б.с. превратиться не может и почему вот это второй здесь слайд в первую очередь как я сказал потому что б.с. собирает полные тексты и тексты именно книг права на которые принадлежат не вузу никому а иным правообладателям и в этом случае система электронный каталог дает возможность чтения в один клик я считаю это вот революционная такая вещь цифровая которая все в дальнейшем изменит мы все движемся к удобству и вот так найти книгу и тут же ее читать это великолепно а без этого не может просто потому что у нее нет и не будет прав иначе она станет б.с. полнотекстовый поиск опять таки поскольку полные тексты в б.с. то она это может реализовать вот абис по определению не может просто у нее нет полных текстов вот правда как показывает наша практика полнотекстовый поиск не активно используется в б.с. к огромнейшему сожалению вот даже сказал это некий упрек университетской среде это одно из моих больших разочарований в жизни мы делали делали и делаем полнотекстовый поиск а его использует а там один процент в основном все ищут по названием книг также собственно как его без но мне кажется я уверен для научной работы для полноценной работы с контентом полнотекстовый поиск основы то что в некоторых и б.с. нет этого известных и б.с. нет полнотекстового поиска но это по сути дела ставится крест я такие б.с. не считаю б.с. вот мы до достаточно того вот в google любимый там всем нашим условный google яндекс и все прочие это всегда полнотекстовый поиск их победа их создание то что они создали вообще интернет как феномен как информационную среду это именно возможности полнотекстового поиска если мы в нашей научной работе отказываемся от его то я считаю у нас просто нет научной работы мы спустились каменный век и работаем только как каменной лопатой третий момент онлайн синхронизации изменений в базах данных на уровне правообладателей это вот тот самый момент когда библиотеки жалуются там и кричат что у них выпадают книги и они там вот с этим столкнулись перед аккредитацией вот для нас такой проблем нет потому что у нас есть онлайн синхронизации мы сразу видим такие изменения ну отобрали право сразу можно внести изменений так далее в обисах мы не можем им это обеспечить как бы ни старались они просто не узнают об этих изменений все узнать уже можете только вы так сказать открыв эту книгу и разочарованного увидев страницу 404 просто потому что абисс это другая система четвертый момент централизованные облачное формирование каталога это предоставление готовых бип-записи то есть вполне легко представить что ну даже не представить атака но и есть эбс мы создаем электронный каталог и он сразу доступен там нашим 500 вузам то и у них сразу эти бип-записи есть и мне надо их создавать так далее вот абисс в абисс были такие тоже попытки чтобы в одном центре там в ргб еще где-то книжной палате создавались бип-записи и они распределялись всей стране проект марку арбикона вот некая многие проекты реализуют эту идею но вы видите что она не реализована в полном смысле потому что все-таки происходит локальное формирование каталога на местах каждом вузе что-то там перекачивают но вот эти вот проекты по интегрирующие облачные и лебнет и сигла была все это там лет десять назад и примерно сгинул потому что вот невозможно при том что разные абиссы и у них разные формирование своих бумажных книжных фондов невозможно реализовать вот такой централизованные формирование каталога это колоссальный момент мне кажется вот по сути дела кто работает с эбэсами и больше не надо заниматься каталогом может быть я что-то здесь недопонимаю мы вам предоставляем все и все остается только пользоваться и радоваться а вот с бумажными книгами всю вот эту работу кстати стоимость оформление бумажной книги вот где-то я видел там цифры они сопоставимые со стоимость самой книги следующий пункт интеграции книжного и мультимедийного контента до в нашем бс например вы не найдете не только книги но и цифровые карты тесты тренажеры видео аудио в общем то что как раз наступает в абиссах по сути дела это невозможно по определению шестое пакетная коллекционная работа вот многие там жалуются на это то что вот вам сразу дают коллекцию из ста книг там или тысячу книг или десяти тысяч книг а вот задумайтесь о том что в абиссах это невозможно вы можете только по одной книге привести пока вы все десять там сто и тысячи книг не завезете вашу библиотеку не загрузить в свою абисс никакого другого шанса у вас нет вот поэтому но айбс могут могут и индивидуально может и точечное комплектование быть в бс немножко дороже но пакетные это дешевле пожалуйста отказывайтесь работа с книга из дома вот опять таки только с электронной книги можно работать из дома из эбс без всяких там изменений в бс она уже это имеет собой ну а без не имеет электронных не может вот ну и наконец отслеживание доступности книг и авторских прав поскольку книги здесь по лицензиям то в принципе всегда это видно а абисс не работает с лицензиями не работает с авторскими правами она очень условно знает что такое электронная книга даже если у нее есть вот такое репозитория которые мы говорили то есть вот весь мир электронных книг она здесь становится посредником в то время как и бс это именно ее дом ее хозяйство вот поэтому вот в целом комплексе функций о которых я сказал абисс никогда не может стать и заменить и бс вот поэтому развивая свое обе с и вот в этом именно ключе как основу информационной среды вуза ну вы по сути дела увеличить его эти свою работу свои затраты и все равно замедляйте и все равно замедляйте приход будущего а чем же вообще вот в общем плане эбс лучше традиционных библиотек как таковых если как еще раз повторю бумажный книжный фонд будет снижаться его доля будет стремиться к нулю здесь у меня есть просто несколько глобальных аспектов и чисто практически ну первые глобальные то что гипертекст больше чем текст вот этот переход медиа в другие форматы показывает простой факт что гипертекст побеждает вот эти два с половиной часа и девять минут показывает что это считается гораздо быстрее чем можно было бы себе представить гипертекст побеждает электронная книга точно также соответственно больше чем печатных книг потому что электронная книга содержит в себе гипертекст это тоже форма уже не с такой вот побеждающий скоростью и торжеством да но тем не менее она стремительно развивается и дает действительно больше функционала ну и наконец третье электронный тоже опять вытекающие по иерархии электронная библиотека более эффективны чем сервисы абис то есть традиционные библиотеки опять таки не уже еще менее убедительно чем второе но это все опирается на том что гипертекст больше чем текст ну а практически перевес заключается в следующем первое стоимость закупки и логистики очень существенное различие второе управление и контроль использования ресурсов организации статистика контроль активности регистрация обучения это все удобнее делать в электронном формате чем традиционных третье синтез потребления информационных ресурсов и их создание публикации здесь возникает публикационная активность это рост библии и порождается рост библии библиометрических показателей ученых на этом все мы сейчас остановимся четвертое это оперативность и удобство использования информационных ресурсов то есть все удобнее за исключением функции чтения самих книг это остается забумажным соглашусь ну и наконец интеграция информационных библиотечных с иными инфоцифровыми службами вуза это электронной библиотечной системе тоже удобнее делать чем традиционной библиотеки вот пять таких ключевых аспектов и собственно в них здесь вот пойдет уже общность с моим прошлым выступлением собственно в этих направлениях мы развиваемся мы создаем свои инновации и поэтому мы ведем к этой ситуации переходок победы электронных электронных библиотек на традиционными ну во первых закупка логистика библиографии просто удобнее и дешевле это касается и пакетные закупки всех книг одной транзакции вы покупаете все сразу книги сравните с аукционом бумажных книг и сразу все это становится наглядно наглядно и легкость заключения договоров сюда тоже подходит по сути дела у библиотеки уходит функция посредничества между издателем и вузом им не надо теперь заключать договоры с издателями все все права предоставлены электронной библиотекой отсутствие логистики материальных ценностей посылки комплектования и так далее тоже очевидно ну и тоже очевидно очень важно нет необходимости библиографического каталожного описания книг это уже делает ЭБС в виде готового решения и по сути дела это ведет к исчезновению традиционного обслуживания и пополнения библиотечного фонда вот в случае с электронными книгами каталогизатор просто больше не нужен будет ну и как я сказал отслеживание состояния авторских прав доступности книг то есть вот чисто экономических аспектах закупки комплектования формирование фонда посредством электронных книг ну на порядке даже раз более экономичных это конечно если с этим не соглашаются сами библиотеки то это прекрасно видит все уровни руководства и именно это побуждает их переходить на электронные форматы снижать бумажные комплектования и так далее второй момент управления контингентом во-первых в электронных библиотеках не требуется обязательно регистрировать регистрации может происходить самим читателем в этом случае опять экономится труд и уходит посредническая функция между студентами и информ и ресурсами люди делают это сами отсутствие книговыдачи то есть стоять у стойки и выдавать книги ходить за ними вот тоже очевидно книга выдачи осуществляется самим читателем без электронной библиотеки а за этим стоит утрата посреднической функции между книгой и читателем вот библиотекарь не нужен уже не должен стоять между книгой и читателем это все как бы нож в сердце так скажем ну а дальше возможности интеграции собирать данные по чтению по использованию передавать в учебную часть вести аналитику читательской активности и так далее то же самое преподаватели могут получать данные к статистике работы своих студентов вот этот сервис мы развиваем раньше это просто невозможно было а сейчас каждый перед семинаром преподаватель может поинтересоваться прочитали ли домашние задания его студенты вот отслеживание публикационной активности преподавателя опять таки в электронном формате это видно сразу не нужно много работы то есть управление контингентом именно в цифровой среде гораздо удобней и электронная библиотека вот изначально формирует все свои инструменты для этого возможности статистики ну тут тоже понятно статистику собирается статистика со всей электронной библиотечной системы что позволяет индивидуализировать контроль видите статистику по подразделениям по кафедрам кто как пользуется книгами ну и ну и вот тут важный такой момент вот эти вот инновации позволяет ЭБС не просто модернизировать библиотеку а встать в центр вот этих вот движений библиотеку библиотека в традиционном смысле не олицетворяет книгу потому что она как мы видели посредник который во многих случаях сегодня выпадает а вот книгу типа сегодня олицетворяет ЭБС она сразу ее передает от читателя к преподавателю от издателя к вузу без всяких лишних околичностей это с электронной скоростью так скажем в то же время именно библиотека становится оператором ЭБС не нужно воспринимать ЭБС тоже по старинке как некий внешний ресурс там где-то что-то вам по договору предоставили библиотека вузовская является оператором ЭБС и по сути дела хозяином его и вот те инновации которые происходят позволяет индивидуализировать позволяет самостоятельно библиотеке управлять вот этими самыми процессами содержаниями и комплектованием и использованием то есть именно традиционные ну библиотеки руководствуя библиотеки библиотеки как оператор ЭБС это и есть ЭБС будущего а не какие-то внешние ресурсы вот вот третий момент где совершаются революция единство публикации и чтений я это называю ситуацией science 2.0 это тоже меняет совершенную ситуацию вот до сих пор процессы исследования были разнесены с процессом публикации то есть существовало отдельно университетское научное пространство существовало отдельно издательское пространство когда публикация публикации и чтения осуществляется на одной платформе происходит внутренняя их интеграция дальше информационная платформа позволяет публиковать и читать в одном месте и опять-таки раньше издательское пространство было одно а пространство библиотечное были разнесены сегодня это все в одном месте это рождает такой ядерную энергию соединение электронов и протонов ЭБС объединяет исследование и публикацию в одно и соответственно позволяет одновременно и производить информацию и ее получать и вот это вот новое состояние оно порождает целый комплекс абсолютно новых возможностей прежде всего возможности обсчитывать эти процессы ими управлять и простое свидетельство насколько глубоки вот эти вот изменения это как раз рост успеха рефератированных баз данных ринс сайнс индекс зверь скопу с и так далее вот то есть по сути дела цифровые инструменты дали возможность считать просчитывать в одном месте статистику популярности цитирование и так далее делать на основе этого выводы то есть рейтинги успех дальше соревноваться за этот успех за эти рейтинги и в результате это все приходит что кроме скопуса и web of science у нас вообще ничего нет в жизни что тоже неправильно это всего лишь вот последствия единства публикации и чтения последствий новой ситуации вот и важно что библиотека конечно не способны сама создавать подобное пространство science 2.0 но она способна может его обслуживать дальше момент очень важный научное расширение книги чего не было с традиционной книги исследование можно публиковать онлайн книга может содержать дополнительные электронные исследовательские материалы статистические архивные данные интерактивные приложения видео иллюстрации публикации публикации может стать площадкой для дискуссии о ценах работы то есть книга может собрать в себя очень многое то что раньше оставалось за кулисами или просто не могло в нее войти и вот такая электронная книга с дополненной реальностью с дополненными данными эта книга может быть представлена только в ВБС и постепенно это станет очевидным для всех еще одно ноу-хау на который способны ЭБС мультифункциональный каталог то есть когда можно работать одновременно с несколькими каталогами для простой библиотеки это необыкновенно дорого и просто невозможно вот мы это сделали например сегодня у нас 130 тысяч изданий и пользуются ими с разными целями и именно для этого возникают и разные каталоги например предметный рубрикатор ББК как наиболее глубоко дифференцированный разработанный научный классификатор предметах для исследовательных целей ими пользуются второй именно в учебной среде это рубрикатор укрупленных групп специальностей это прежде всего рубрикация каталог учебников и рубрицируются учебные предметные специальности области совершенно другой принцип формирования каталога на тех же книгах третий традиционный предметный рубрикатор он удобен тем что формируется по мере пополнения ЭБС и объединяет все документы электронной биотечной системы и вот и сама даже интеграция этих трех видов она уже порождает новые качества работы с информационным ресурсом вот так оно выглядит у нас буквально с сентября объявили об этой инновации вот каталог ВБК по биологии вы видите один подбор научной литературы по УГС каталог уже показывает учебную литературу приоритете и предметный каталог показывает и нонфикшн научно-популярную в общем как видите вы найдете с этими каталогами и разную литературу потому что вы ищите следующий момент тоже который позволяет цифровые инструменты гибкое профильное комплектование цель как и всегда была у библиотеки формирование библиотечного репертуара максимально близко привязана к специализации вузов его программы до сих пор было препятствие того именно пакетная работа всей кучей базовыми коллекциями большими коллекциями вот мы сегодня даем разные виды виды доступа и к универсальной коллекции и к различным предметам вот для этого создан библиокомплектатор нами тоже в сентябре заявлен ну а главное что он добавляет чего раньше не было вообще на западе уже получила популярность это профильное комплектование и павел план который позволяет библиотеке подписаться именно на ее профильное ее направление и получать поставить постоянно обновления именно в этом своем сегменте вот очень современно вот так у нас выглядит профильный блок можно подписаться буквально по тому профилям по тем профилям по которым ведется обучение в университете или вообще кафедре можно подписаться к своему профилю и это по сути дела целая отраслевая электронно-библиотечная система их у нас представлено около 60 согласно с УГС вот а вообще сейчас на сегодня возможно все и работа с отдельными книгами и работа с полной коллекцией и различные сегментации того что именно нужно для этого служит наш инструмент библиокомплектатор опять-таки представленный в сентябре этого года инструмент для формирования индивидуальной подписки он может комплектовать и коллекциями целыми и отдельными книгами добавлять то есть подлаживаться под ваш университетский бюджет вот и еще одна инновация которая в этом же ключе это проект е-корсарса совместно с орбиконом расширяющий горизонт доступа если раньше ЭБС предоставляли только книги которые на которых у них уже есть лицензионные соглашения в этом плане бумажная книга традиционная библиотека имела преимущество она имела доступ к любой книге на рынке и любой библиокомплектатор мог принести условно говоря любую книгу не было никаких понятий эксклюзивов и прочее вот сегодня мы изменили эту ситуацию и тоже можем доставлять отдельные книги вам достаточно оставить заявку единственное что требуется нам надо собрать хотя бы несколько заявок чтобы это было недорого для вас потому что отдельная электронная книга вот существующая только для вас она будет стоить очень дорого вот с помощью орбикона мы создаем консорциум заявку и надеемся что получится реализовать индивидуальное комплектование отдельными книгами вот я уже собираюсь заканчивать последняя глава вот в этом сегменте это работа по книгообеспеченности ну книгообеспеченности это наверное ключевая сегодня функция абис и библиотеки в ходе учебного процесса к этому нам нас мотивировал в гос который требует обеспечивать каждую дисциплину обязательными книгами из доступной библиотеки фонда на сегодня практически ни одна ЭБС не способна полностью решить эту задачу но на основе ЭБС эта задача в целом и решается потому что на основе внутреннего библиотечного фонда она бы никогда и не могла быть поставлена это было просто бы какая-то утопия вот в этом новом порядке все-таки роль ЭБС очень важная ну и разумеется по мере того как книги переходят к электронному формату и сервис книгообеспеченности становится все более востребованным и нужным для работы библиотеки вуза ну и здесь мы внутри внутри цифровой среды можем предоставить очень-очень интересные инновационные инструменты вот наконец еще одна опция который который может может быть сильна ЭБС интеграция цифровых служб индивидуализации сервисов вот на сегодня мы практически интегрированы с или можем интегрироваться с любой системой а с теми системами которые на рынке мы довольно глубоко интегрируем ну например с антиплагиатом у нас интеграция в один клик после проверки ВКР может сразу размещаться в ЭБС и с ней вообще не требуется никакой работы вот но в целом как раз вот в аспекте интеграции мы сегодня стоим на очень-очень отсталых путях настоящая информационно-образовательность всегда это система в которой все друг друг все-все под системы друг с другом интегрированы и происходит очень удобный переход одного в другого в другое вот на сегодня таких прозрачных сквозных интеграций у нас в стране единицы это как правило самые передовые вузы а вот чтобы сшить все все в одно по сути дело не удается пока интеграция осуществляется вузом отдельно одна служба один сервис одна служба один сервис ну как один из таких прогрессивных инструментов фидорус например мы тоже с ним интегрированы и можно видеть все вот тут объем работы еще бесконечный вот и наконец требования к инклюзивному образованию они тоже по сути могут быть предоставлены только как эбс потому что там сама литература традиционная библиотека ну ничем кроме как покупать книги брайля каждая из которых может стоить десять тысяч рублей или долларов или больше то есть эти возможности вообще открывается только эбс здесь вот вам наша разработка интерфейс навигации для незрячих и книги международном формате для незрячих дейзи вот но это пока я анонсирую это у нас в разработке вот еще это уже последний практически слайд последние когда создаются сервисы которые уже нас существует на основе работы с данными на цифровом просчитывании процессов чтения вот этот продукт мы сделали с помощью президентского гранта называется аналитик чтения он позволяет оценить читательность читабельность текста и уровень читательских компетенций ученика вот у нас это пока для младшей школы вот но мы сделаем и доведем до студенческого уровня вот это тоже ноу-хау которые качественно повышают значение и полезность электронной библиотеки или вот например тоже наши новые новые продукты это интерактивные сервисы которые иначе как в электронной книге в электронной форме тоже невозможно вот например лента времени арт-хронограф которую мы создали который позволяет вот в режиме 3d видеть поток времени что происходит в искусстве там в истории литературе сопрягать между собой очень прогрессивно современно интересно для наших школьников которые в эту сторону и смотрят в основном так что вот те направления в которых электронные библиотеки способны развиваются и развиваются традиционные библиотеки могут и должны собственно это только усваивать сами они это создать ну просто не могут и в этом случае вот мой вопрос о десяти отличиях между библиотекой электрон он звучит двояко эти десять отличий конечно есть электронная библиотека по сути дела это библиотека другой цивилизации так можно сказать цифровой цивилизации вот и в то же время электронная библиотека способна превращаться в библиотеку обычную и усваивать ее так как так же как вот законы релятивистской динамики усваивают законы механики как их частный случай ЭБС при приемлеме семье себя и комплектование профильными ресурсами и каталогизацию контента и библиографическую обработку контента и регистрацию отслеживания контента и формирование статистики сервиса информационного обслуживания учебного процесса книга выдачу даже существующего бумажного фонда то есть это все возможно ВБС будущего а библиотека получает все это уже в готовом виде становится просто оператором вот это вот этого функционала и скажем так независимо от того что я сказал по поддержите в мою гипотезу или нет если учебная книга будет продолжать уходить из бумажного формата вот та трансформация которую я обозначил будет стремительно происходить цифровизация образовательных процессов будет идти бок о бок цифровизации библиотечных процессов и менять их насильственным образом и в конце туннеля вместо библиотеки мы увидим с вами университетскую службу доступа к информационную платформу вместо фонда библиотеки интегрированную электронную библиотечную систему ну вот собственно то что я хотел сказать это наш традиционный заключительный слайд вот но думаю что моя позиция конечно спорная в каких-то особенно моментах многим найдется чем возразить вот вообще в дальнейшем думаю что наша платформа мирополис она же позволяет включаться и дискутировать если у вас есть микрофон и камера то вы можете прямо выступать и не просто писать ну а пока давайте письменно вот ваши вопросы и оценки пройдемся и если надо ответим согласимся и нет так ну вот формально все ось для проверяющих органов они требуют подписки на эбс на деле все обстоит не совсем так есть в специфика работе каждого учебного заведения вот но здесь это уже по ходу было реплика здесь итог само соглашусь она например но нотные издания есть множество редакции одного музыкального произведения но это наверное к тому что в библиотеке приходится включаться в любом случае в каталогизацию библиографическое оформление записей ну да даже сегодня знаю редактируют менять наши библиографические записи вот но в целом призываю вас обращаться к нам и может быть мы сможем на нашем уровне вносить те изменения которые нужны вам думаю все должно быть в комплексе и абисс и эбс и бумажные носители ну вот я обращал внимание что бумажные носители по любому случае остаются в комплексе то есть библиотека будущего или это назовем ее эбс она все равно будет обслуживать бумажный носитель то что их не выкинешь никуда они уже есть и долго наверно будут если вообще их не будет вообще вопрос снимается да ну мне кажется что вот в бс их будет добавляться некая функция абиссов как вот это сделал самарский политех а сейчас конечно нужно существо существовать на этом мы живем так арт хронограф это несомненно интересный проект хочется по нему вебинар вот к сожалению вы пропустили был буквально две недели назад если не ошибаюсь но тут в октябре но мы будем проводить еще безусловно можете взять на тест посмотреть так спасибо интересная точка зрения буква плюс цифра дружба на благо читателей но совершенно согласен да здесь одно не мешает другому по сути дела в заключительном файле подпись картинки валаам поменяйте на кежи ага да уже это обращали внимание да это у нас было просто тур на валаам а в данном случае мы высадились на кежах согласен ну чтож большое спасибо коллеги за внимание а тут еще все спасибо за лекция как обстоит сделать правами на книги как получить доступ самим книгам если интеллектуальный собственно защищена да это уже вот правильно по больным вопросам потому что так на картинке все красиво на самом деле права получить гораздо сложнее чем получить книгу напечатанную поэтому вот все не так как я вам описал сегодня но я думаю что по мере формирования рынка электронных книг будет будут усовершенствоваться и инструменты для работы с правами потому что сегодня это происходит я вам честно скажу практически архаично и тоже там с договорами с курьерами в общем это счета песня поэтому это очень несовременно тоже очень архаично вот но тем не менее сам бог велел именно здесь правах налаживать такие вот эффективные цифровые инструменты я думаю по мере спроса будет и какие-то результаты запись семинара будет доступна до в обычном нашем канале на ютюбе до библиотека в обычном формате все же канет в лету ну правильно сформулирована и не книги а именно обычный формат канет лет надо смотреть что происходит сторонам так ну что ж коллеги благодарю за ваше внимание за ваше терпение буду рад если вот эта точка зрения получит тоже какую-то там дискуссию как в какой-то форме вот мы всегда открыты диалогу ну и надеюсь вы присмотрелись к нашим новым сервисом вот и те кто не был подписан например мы имеет возможность подписаться хотя бы на маленький профиль на маленький кусочек сейчас это все возможно и пользоваться всем арсеналом наших полезных функций